Коллеги, всех приветствую на очередном обзоре рынка. С вами Виктор Паньков. На календаре у нас 1 марта. И мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. В последнее время очень много событий сколыхнули рынок и не самых приятных событий. Поэтому предупреждаю всех и каждого, если у вас есть такая возможность, если нет необходимости обязательно быть в рынке, то лучше переждать этот тайфун, понаблюдать, остаться в стороне для того, чтобы сохранить ваши средства. Те, кто соблюдает риск менеджмент и мани менеджмент, в принципе могут ни за что не переживать. И как раз сейчас мы посмотрим, какие торговые идеи есть на текущий момент. Начнем, как обычно, с индекса S&P 500. Итак, индекс S&P 500 пока что находится в восходящей фазе. Только-только мы буквально покидаем диапазон средних значений. И восходящая фаза у нас будет длиться примерно вот до этого диапазончика, ограниченного котировками 44.20-44.70. Дело в том, что здесь у нас сходится сразу несколько размерностей. Во-первых, это максимальное двухсоставное движение краткосрочных тенденций. Во-вторых, это те размерности, которые мы взяли из истории. То есть, вот эти две размерности, они как раз нам говорят, что мы можем скорректироваться на то же самое расстояние, а затем уже сменить направление в другую сторону. Поэтому мы в первую очередь будем рассчитывать с текущих позиций на восходящее движение. Здесь будем ждать небольшой коррекции. После того, как эта коррекция осуществится, здесь уже можно будет подумать о том, чтобы дальше присоединиться к восходящему движению. Либо, наоборот, продолжить шортить S&P 500. Но он и так опустился достаточно низко. Движение вот это было достаточно серьезным. И зону ликвидности мы отработали. Так что, по сути, все цели, которые у нас находились внизу, они достигнуты. И теперь нам ничто не мешает дальше продолжить расти и обновлять глобальные максимумы. Поэтому будем ориентироваться именно на такой сценарий. Далее идем евро-доллар. По евро-доллару последнее, что мы с вами рассматривали, это было нисходящее движение от верхней зоны ликвидности до нижней. Как видим, это движение мы отработали. И более того, после этого евро-доллар просто повалился вниз. Ясно, понятно, из-за чего это произошло. Что сейчас мы будем с вами делать? Сейчас у нас здесь есть вновь две зоны ликвидности. Причем основанные на такой неплохой неэффективности рынка. Поэтому можем попытаться их отработать. Но здесь есть один нюанс. Как видно из картинки, у нас нижняя зона ликвидности вроде как уже отработала. Потому что мы в понедельник открылись как раз на этом уровне. И сразу же пошли в восходящем направлении. Но зайти здесь по выгодной цене у нас не было ни единого шанса. Я не наблюдал в моменте какой здесь был спред. Но скорее всего на руловере он был просто атомный. Я думаю, наверное, на весь размер вот этого гэпа и был спред. Поэтому здесь, к сожалению, хода как такового у нас не было. Но идея сама отработки восходящего движения от нижней зоны ликвидности до верхней, она несомненно есть. Она остается. И с текущих позиций потенциал у нас примерно 112 пунктов. Что в принципе по евро-доллару неплохо. И что же нам в этой ситуации делать? Давайте порассуждаем. Перейдем на младший таймфрейм. И посмотрим. Итак, во-первых, мы видим, что у нас есть незакрытый гэп. И это для нас своего рода магнит. То есть цена не любит оставлять гэпы. Тем более такая ликвидная, как евро-доллар. Поэтому, конечно же, агрессивный вход подразумевает открытие сделки в лонг с текущих позиций. С небольшим стоп-лоссом за локальным минимумом сегодняшнего дня. Это будет порядка где-то 11 пунктов. И движение, как минимум, до значения, позволяющего закрыть гэп. Это 1, 12, 66. Дальше переводим сделку без убыток и ждем достижения наших целей. Это агрессивная идея. Консервативная идея, из чего у нас будет состоять. Мы берем максимум сегодняшнего дня. И, соответственно, при пробое и закреплении выше этого максимума, вот в этом случае мы входим в сделку. Здесь у нас получится уже, что мы будем отрабатываться где-то примерно вот по такой размерности. Поэтому цели будут недалеко от тех, которые мы прогнозировали на старших таймфреймах. Вот такая идея у нас по евро-доллару. В случае нисходящего движения, ну, здесь как бы прогнозировать что-либо не очень хочется. Я имею в виду, что говорить наподобие, можем пойти вверх, можем пойти вниз. Поэтому, коль уж мы наметили себе такой сценарий, мы будем пытаться его отработать. Если не получится, ну, значит, идея не сработала, ничего не поделаешь. Далее идем в фунт-доллар. По фунту, благодаря вот этому падению, мы отработали, наконец-то, оставшуюся у нас зону ликвидности. И при этом нарисовали новую. Причем новая уже пошла в отработку, так же, как и по евро-доллару. Сейчас у нас тенденция к росту до котировки 1.34662. Верхняя граница зоны ликвидности 1.35011. Но здесь, в отличие от евро-доллара, наверное, у нас с текущих позиций точки входа нет. Потому что мы находимся слишком близко у локальных максимумов. То есть, мы не сделали коррекции. Точнее, мы ее сделали, но уже поздно. Поэтому, здесь мы воспользуемся сеткой Fibonacci. И скажем, что если у нас цена в течение дня опустится до 1.33840, то с этой позиции мы можем с вами открыть стелку блонг и отработать вот такой сценарий движения. Это что касается фунт-доллара. Далее, доллар-иена. По доллар-иене, как видим, у нас здесь что-то похожее на флэт. Цена то и дело скачет вверх-вниз. Нет какой-то конкретики. Хотя и размерности, если так смотреть, вроде выполняются. В любом случае, зоны ликвидности здесь у нас отработаны. Есть четкая граница сверху, есть четкая граница снизу. Мы находимся ровно посередине. Только что оттестировали вчера под занавес американской торговой сессии уровень глубокой коррекции. И в этом случае, если мы не понимаем, что происходит на младших таймфреймах, мы всегда обращаем внимание на старший таймфрейм. А на старшем таймфрейме у нас есть вот такая размерность. Мы видим, что еще мы не отработали ее до следующей цели. И она как раз совпадает с циклическим диапазоном. 116,546, 116,767. Поэтому основной сценарий у нас будет именно такой. То есть, движение в восходящем направлении до 116,546. Но здесь есть один нюанс, опять же. У нас что доллар, что иена являются валютами тихой гавани. То есть, в них вкладываются тогда, когда на улице происходит какой-то трендец. По большому счету, то, что как раз происходит сейчас. Поэтому, что здесь окажется сильнее, туда, по сути, и пойдет цена. Потому что, если мы будем рассматривать это с точки зрения размерностей, то мы можем сказать, что у нас есть и вот такой сценарий движения вниз. И как раз сейчас мы сделали вот это коррекционное движение. Точнее, движение вниз. Сделали коррекцию. И сейчас пойдем вот так вот до нижней границы. Мы так тоже можем сказать. Поэтому, здесь мы просто выбираем какой-то один сценарий для себя и ему следуем. Что касается меня, то я буду выбирать сценарий на рост американского доллара. То есть, буду рассматривать именно движение в лонг. Ну, поскольку, по крайней мере, до этого у нас такой сценарий был основной в работе. Поэтому, будем придерживаться именно его. Далее идем. Доллар-канадец. Доллар-канадец неплохо сходил наверх, выполнил предыдущую размерность, которую мы отмечали. И сейчас снова упал до линии поддержки. Что будем делать сейчас? Сейчас цена находится на линии поддержки. И здесь самое, наверное, грамотное решение будет это закупиться с небольшим стоп-лоссом и достаточно неплохим тейк-профитом. Это если бы мы работали с вами во флэте. То есть, если рассматривать это движение как флэт. Но здесь есть другой нюанс. Это вот эта большая размерность, на отработку которой мы можем пойти в рамках продолжения нисходящего движения. И это тоже нужно учитывать. Поэтому, если уж вы собрались здесь открывать позицию в лонг. Ну, у вас получится откровенно небольшой стоп-лосс, где-то пунктов 40, наверное. А при этом тейк-профит будет минимум 130. Поэтому здесь очень такая выгодная позиция получается для продажи. Тем более, что мы сделали максимальное двухсоставное движение. И здесь действительно можем скорректироваться. Ну, как минимум... Как минимум, давайте посмотрим. Как минимум, наверное, вот на такую размерность. То есть, до котировки 1.27751. Здесь у нас как раз есть зеркальный уровень. Можем от него отскочить и пойти в нисходящем направлении. То есть, пока по доллар-канасу вот такой сценарий нам более симпатичен. Идем дальше. Доллар-франк. По доллар-франку также у нас некое флетовое движение здесь намечается. Но размерности исправно выполняются. Что же делать сейчас? У нас есть целых три неотработанных зоны ликвидности сверху. Но если не считать вот этой, то будет две. Здесь все-таки небольшая какая-то погрешность была. Возможно, из-за шпильки. Может быть, мы уже и оттестировали эту зону. Но, тем не менее, две зоны ликвидности сверху остаются неотработанными. Поэтому основной сценарий, который я здесь буду рассматривать, это движение в восходящем направлении. В восходящем направлении сейчас как раз цена скорректировалась. Цены достаточно выгодные. И как раз на фоне укрепления американского доллара вполне возможно это восходящее движение. Получается, размерность, которая у нас здесь будет, она как раз плюс-минус нас приведет к неотработанным зонам ликвидности. Эта котировка примерно 0.93-0.56. Это и будет наша цель. Глобально же мы находимся во флетовом диапазоне. Причем обратите внимание, что флетовый диапазон очень широкий. И есть у нас в районе верхней границы цели по размерностям, цели по ликвидности. И есть в районе нижней границы также цели по ликвидности. Поэтому пойти, грубо говоря, мы можем куда угодно. Но я рассматриваю именно движение вверх, потому что там есть очень много неотработанных целей. Поэтому это будет наш основной сценарий по доллар-франку. Идем дальше. Австралиец-доллар. Австралиец пока продолжает идти в краткосрочном восходящем тренде. Думаю, что он еще немного подрастет. Ближайшая целевая котировка 0.72-944. От этой котировки уже, будьте внимательны, может произойти без преувеличения все что угодно. Во-первых, у нас близко есть среднесрочный целевой диапазон. Если мы его кольнем, то здесь мы можем поймать очень неплохую коррекцию. На это тоже нужно обращать внимание. И у нас есть предыдущая размерность, которая будет для нас являться ориентиром по профит-тейкингу в шорт. Это 0.71-0.83 котировка на текущий момент. Посмотрим, насколько здесь у нас максимальная цена будет обозначена. Пока что мы идем наверх и думаю, что мы таки дойдем до верхних целей. Далее, новозеландец-доллар. Новозеландец тоже пребывает в краткосрочном восходящем тренде. Рассчитываем на дальнейшее движение в лонг. Но здесь у нас есть более близкие цели, которые могут как раз эту пару у нас развернуть на коррекцию вниз. 0.67-892 ближайшая цель. Более дальняя 0.86... Ой, 0.68-892. 0.68-428. Идея здесь у нас какая? Мы рассматриваем в данном случае две размерности и движение в таком расширяющемся клине. То есть, вполне возможно, что мы сейчас после трехсоставного движения просто уйдем вниз на ту же самую размерность, которую выполняли раньше. Ну а после пробоя здесь закрепление и движение в нисходящем направлении. В этом случае у нас цели будут находиться... Цели будут находиться... Давайте посмотрим, где будут цели. Так, ну по крайней мере ближайшие цели будут 0.65657, 0.65858. Это что касается ближайших целей. Ну а дальше, соответственно, мы уже будем смотреть по факту. Но что касается восходящего движения, то здесь я бы не ставил цели выше уровня 0.68-496, потому что это все-таки такой достаточно серьезный уровень сопротивления. Плюс здесь у нас есть и граница канала, и размерность выполняется, поэтому отсюда можем неплохо скорректироваться. Золото. По золоту ситуация неоднозначная. С одной стороны, мы находимся в восходящем тренде, и сейчас скорректировались, то есть сейчас очень выгодные цены для покупок. С другой стороны, мы все еще можем, вот по такому трехсоставному движению, уйти на более глубокую коррекцию до нижней зоны ликвидности, которая у нас как раз образовалась буквально на днях. Зона ликвидности 1868-1850. Верхняя зона ликвидности 1936-1954. Я буду рассчитывать именно вот на такой сценарий, то есть движение вниз, сбор ликвидности и движение в восходящем направлении. Посмотрим, насколько он отработает, но что касается движения золота в лонг, мы пробили все возможные размерности, оттестировали все, что только можно на четырехчасовом таймфрейме и, наверное, только на дневном таймфрейме у нас есть размерности, которые реально пока еще недостижимы. Но сомневаюсь, что в ближайшее время все именно так и произойдет. Так что, в общем, по золоту я пока буду ожидать. В случае движения в восходящем направлении, если вдруг мы будем пробивать вот эту наклонную трендовую линию, здесь можно будет попробовать отработать короткое движение до верхней зоны ликвидности. Дальше здесь уже лучше зафиксировать позиции и перевести в безубыток, потому что, еще раз говорю, мы можем уйти вот по такому сценарию. То есть, оттестировать верхнюю зону и по трехсоставному движению уйти вниз. В этом случае уже с нижней зоны ликвидности мы будем закупаться в лонг. И здесь уже будет у нас идея не движения от одной зоны к другой, а именно трехсоставная коррекция и дальнейшее движение в восходящем направлении. Такие идеи по золоту. Серебро. В отличие от золота, сегодня тестировало уже верхнюю зону ликвидности. Это был уровень 24.728. А, прошу прощения, не сегодня, вчера. Поэтому теперь нам здесь остается ждать движение к нижней зоне ликвидности. Это 23.633.23.346. Это будет наш основной сценарий. В случае, если все-таки мы пойдем дальше в восходящем направлении, здесь можно будет попробовать зайти в рынок от 24.965, ключевой уровень, находящийся внутри зоны ликвидности. И отработать также трехсоставное нисходящее движение, как мы с вами и смотрели по золоту. То есть, именно вот с такой идеей. Но здесь уже мы будем закупаться не от верхних зон ликвидности. Здесь мы будем ждать достижения уровня глубокой коррекции 23.265. И отсюда уже будем рассматривать движение вот по такому, вот по такой размерности. Вот она будет наша размерность. И цели будут находиться в районе 26.773. Такие идеи по серебру. Нефть марки Brent. Несмотря на большое количество гэпов, они регулярно закрываются. Как видим, цена долгая эти гэпы не испытывает. Поэтому тот гэп, который мы сегодня получили, он тоже в ближайшее время закроется. Но пока что я вижу здесь цикл восходящего движения. Во-первых, у нас есть вот эта краткосрочная размерность, которую мы можем выполнить. До нее осталось буквально чуть-чуть каких-то 12 пунктов. И уже после того, как мы выполним эту размерность, можем пойти на закрытие гэпа. Но есть еще более длинная размерность, которая приводит нас как раз в циклический диапазон. 105.59, 107.19. Несмотря на то, что нефть, казалось бы, перегрета и дальше уже расти некуда, ситуация, общая обстановка сейчас в мире толкает нас на то, что спрос на подобные материалы, на нефтяные, он будет расти пока не образуется какой-то... В общем, пока все не придет в порядок. Поэтому нефть пока шортить рано. Пока что мы смотрим исключительно в лонг. Ну а по достижению указанных целей здесь уже будем рассчитывать на шорт. Вот такие идеи по нефти. Доллар-рубль без комментариев. Вообще здесь я ничего комментировать не хочу. Это просто какой-то трындец-коллапс. Ну, да. Знаете, я искренне, наверное, завидую тем людям, ну по-хорошему завидую, тем людям, которые успели до этого великого обвала рубля какие-то свои свободные средства перевести в доллары. Потому что без преувеличения за пару дней можно было заработать чистыми процентов 50 от депозита. Так что у нас же был какой-то уровень, получается, где-то 75 до всех этих событий было. Потом уже он попер, попер, попер и все. Как бы 50% заработать объективно можно было, потому что на некоторых обменниках я видел стоимость доллара, даже 150 рублей было. Вот, поэтому, поэтому да. Сейчас нет смысла здесь что-либо анализировать, что-либо прогнозировать. Мы просто наблюдаем за тем, как будет ситуация разворачиваться дальше. И все. Так, и биткоин. По биткоину в закрытом канале на прошлой неделе мы неплохо набрали позицию. Да, кстати, у нас есть закрытый телеграм-канал, где мы даем торговые сигналы по всем активам, в том числе кросс-курсовым, по золоту, по нефти, по биткоину. Вот, поэтому, если интересно, можете написать в личку. Сегодня эти сделки закрылись по тейк-профиту, поскольку мы выполнили размерность. Ну и, соответственно, сейчас для того, чтобы нам дальше отработать продолжение восходящего движения, необходимо дождаться коррекционного движения. И отработаем следующий цикл. В лонг до котировки 46053. Ну и если попрем с текущих позиций в лонг, то здесь можно будет немножко попробовать зашортить и отработать, опять же, вот эту коррекцию, ну а затем присоединиться к лонговому движению. То есть, все-таки биткоин я вижу в лонг, потенциал здесь у него очень и очень хороший, как минимум на обновление глобального максимума, как максимум можно вообще в космос улететь, с учетом обстановки. Поэтому биткоин мы пока исключительно рассматриваем в лонг. Шортите, если будете его шортить, то шортите очень осторожно, очень осторожно, обязательно со стоп-лоссами. На этом у меня все. Еще раз напомню, что у нас есть телеграм-канал, где мы публикуем рекомендации и даем торговые сигналы, проводим более развернутые обзоры. Если интересно, можете написать мне в личку. Желаю вам всего хорошего, отличной торговой недели. Пока!